Дорогие друзья, привет! Я некоторое время назад обещала сделать ролик на тему того, как продвигается разблокировка, ну разблокировку я возьму все-таки в кавычках, обмен заблокированными активами между российскими инвесторами и иностранными инвесторами, которые заблокированы на спецсчетах типа Си. Ну, я, в общем-то, сперва думала, сейчас я быстренько-бодро запишу этот ролик, и тут пошли одна новость за другой. Что же это за новости такие? А новости следующие, что на этой неделе сперва Клирстрим, это люксембургский депозитарий, а потом и Евроклир, это бельгийский депозитарий, выступили с заявлениями серии. Друзья мои, ну мы вообще-то руководствуемся исключительно европейским законодательством, а вот российские указы мы к расчету не берем. Поэтому то, что у вас вот выпущен был указ 844 об обмене заблокированных активов между российскими инвесторами и иностранными, ну мы, в общем-то, в нем участвовать и не будем. И тут, естественно, ко мне огромное количество вопросов из серии Наталья, так что же, обмена не будет, получается. И это все зря, все эти заявки, выбор активов и прочее. Ну что ж, давайте поговорим, вероятно ли все-таки, что обмен дойдет до какого-то логического завершения, а потом я расскажу о том, как получить индивидуальную лицензию на разблокировку. Итак, мое мнение, я, естественно, не берусь судить в отношении того, что будет и как происходить с европейскими депозитариями, но мое мнение чисто логическое. Смотрите, значит, обмен будет происходить с точки зрения цепочки на уровне НРД. И здесь это российский кон, только его часть. И, соответственно, если говорить про вот этот обмен, то переставить внутри НРД российского заблокированные активы с российских инвесторов на иностранных, ну как бы проблема-то невеликая. И на уровне Российской Федерации на спецсчетах типа Си опять же передвинут деньги. Поэтому здесь основной вопрос будет в следующем. Значит, на уровне России этот обмен реализовать получается. А вот дальше что будут делать иностранные инвесторы, которые получат заблокированные иностранные активы с местным хранением в НРД и далее в вышестоящих депозитариях Clearstream и Euroclear? Ну это, как говорится, их проблемы. И, естественно, вы скажете, ну а вот как заявления Euroclear и Clearstream на них сказались? Ну, могу сказать, что неделю назад инвестиционная палата, это еще было до заявлений Clearstream и Euroclear, говорила о том, что спрос со стороны иностранных инвесторов сильно превышает вообще возможности российских инвесторов, которые выставили, соответственно, заблокированные активы для обмена. Поэтому спрос высок. Естественно, им хочется выйти. Я думаю, что иностранные инвесторы, в основном это, скорее всего, инвестиционные фонды, которые застряли в этих активах, соответственно, им будет интересно все-таки получить иностранные бумаги и дальше уже на своем уровне разбираться с получением индивидуальной лицензии на разблокировку в Clearstream и Euroclear. Соответственно, обращаться в казначейство Бельгии и Люксембург за соответствующие лицензии, чтобы потом выскребать эти активы из европейских депозитариях. Вы скажете, а вот смутит ли их заявление Euroclear и Clearstream? Мое мнение, а мне кажется, что нет. Мне кажется, что нет. Почему? Потому что если это иностранный инвестор, никак не связанный с Россией, и у него, очевидно, есть счета, никак не связанные с Россией, и он хочет вывести активы иностранные, опять же, никак не связанные, в данном случае, с Россией, то получить лицензию на разблокировку в данном случае это обычная уже имеющаяся процедура. По этой процедуре я знаю, что россияне, которые имели заблокированные активы с местом хранения в НРД, они смогли получить лицензию и перевести их, ну, в том случае, о котором я говорю, в Европу. И все активы были разблокированы. В чем тогда причина, почему иностранные инвесторы не смогут сделать то же самое? Поэтому я думаю, спрос будет, и я думаю, что обмен все-таки состоится. Мы узнаем детали в августе месяце, когда уже должно все это дело завершиться. Но я вангую, что все пройдет нормально. Соответственно, следующий вопрос. А что дальше за этим последует? Потому что 100 тысяч – это хорошо, но, конечно, ряду инвесторов хотелось бы чего-то побольше. В части каких-то новых инициатив. Будут ли новые инициативы по обмену на большие суммы? Здесь я, конечно, не могу вам сказать. Я не занимаюсь законотворчеством. И я, например, могу опираться только на то, что говорилось, по крайней мере, со стороны правительства и ведомств. И здесь говорилось, что да, если все будет хорошо, то такая практика может иметь продолжение. Но я думаю, что это все равно будут не такие большие суммы. То есть сразу на миллионы, на два, на три, я думаю, что не получится. А вот постепенно, может быть, еще раз на 100 тысяч, может быть, на 200, может быть, на 300, я думаю, что это вполне возможно. Но посмотрим. Естественно, возникает вопрос. Наталья, ну вот если сейчас получится все-таки разблокировать иностранные активы на 100 тысяч рублей? А если активов намного больше, если вот миллион заблокирован, два заблокировано, три заблокировано, у меня такое бывает. Люди приходят на консультации, спрашивают, а что делать? Ответ, ну, либо ждать, пока ваш профучастник получит лицензию, либо заниматься получением индивидуальной лицензии на разблокировку. И здесь возникает вопрос, а сколько это все стоит? Я занялась тем, что я изучила, как говорится, матчасть, подошла под видом клиента в несколько компаний, российских и зарубежных, в части того, чтобы узнать, а, собственно, почем банкет. Я узнала, что в российских юридических компаниях, которые оказывают подобные услуги, и в ряде российских финансовых компаний, которые оказывают такие услуги, имея аффилированность и, соответственно, предоставляя услуги юристов, такая услуга по разблокировке стоит где-то 15-25 тысяч евро. Сейчас вот спокойно выдыхаем. Я тоже, когда услышала про 20 в среднем тысяч евро за разблокировку, я подумала, ну, от какой суммы это тогда может иметь смысл? Ну, 300-500 тысяч долларов, евро, то есть это, ну, это очень большие деньги. Соответственно, а нет ли чего подешевле? Сразу хочется спросить. Ответ. Как оказалось, да. Я недавно была в сделовой поездке на Кипр, и там начала искать европейских гарантов. Это необходимая сущность для получения лицензии на разблокировку. Это европейский профучастник, который станет гарантом в процедуре получения этой индивидуальной лицензии. Он как бы гарантирует, что проверил клиента и ведет всю эту процедуру. Так вот, я поняла, что если смотреть, минуя российскую часть, а сразу смотреть в европейских гарантах, на Кипре можно, ну, в среднем там от 5000 евро эту лицензию получить. Да, я понимаю, что это тоже деньги, но давайте согласимся, 5000-20000 это разница все-таки существенная. Так вот, что нужно для того, чтобы получить лицензию на разблокировку? Первое, ну, как бы нужно найти этого европейского гаранта, который согласится этим гарантом выступить, и который согласится всю эту процедуру по разблокировке возглавить. Дальше нужно там открыть счет. Это должен быть европейский банк или европейский брокер. Что нужно для того, чтобы открыть счет в европейском банке или европейском брокере? Я сейчас назову список минимум, но все равно надо понимать, что он может расширяться в зависимости от конкретного банка и конкретного брокера. Так вот, естественно, это ваш загранпаспорт. Почему загранник? Ну, потому что у вас там латинский алфавит, и поэтому вам не придется ничего переводить. Это подтверждение вашего адреса проживания, квитанция за коммуналку, выписка с банковского счета и так далее. Это второй какой-то документ, и это обязательный источник происхождения ваших средств, чтобы подтвердить легальность происхождения. То есть это декларация, это договор купли-продажи имущества, это, может быть, договоры, связанные с вашей трудовой деятельностью и так далее. То есть у вас должна быть картинка, что вы абсолютно белый, чистый, пушистый инвестор. Этот документ происхождения средств потом потребуется в пакете документов на разблокировку. Так вот, важный момент, что вот этот адрес проживания, выписка с банковского счета с адресом вашего проживания или платежка коммуналки, это должен быть адрес за пределами РФ. И если мы говорим про то, а где это должно быть, я могу вам сказать следующее. Я пообщалась с несколькими профучастниками, и профучастник кипрский, который имел 20 положительных опытов получения лицензии на разблокировку, сказал, железно получится, если к российскому паспорту предлагается ВНЖ, ПМЖ или гражданство Евросоюза, Европейская экономическая зона или Швейцария. Потому что именно это, как говорится, мантра содержится во всех европейских санкционных документах как исключение применения санкций. Ну, естественно, человек сам не под персональным списком блокировки. Если это какая-то другая комбинация, ну, например, там, ВНЖ в Эмиратах или паспорт, там, условно, Израиль и так далее, гарантий, что лицензия получится, нету. Но все равно эта вероятность не нулевая. И здесь нужно смотреть, это смотрит европейский гарант, насколько он под вашу конкретную комбинацию подпишется. Поэтому я говорю, скажем так, достаточно общие вещи. Дальше. Вы открываете счет у этого европейского гаранта. Мы вас проверили. Дальше. Вы собираете документы для подачи на разблокировку, на индивидуальную лицензию. Это выписка со счета ДПО с печатью и подписью с переводом на английский язык. Это брокерский отчет, собственно, от того брокера или от той управляющей компании, где у вас заблокированы активы. Тоже с переводом на английский язык. Это источник происхождения средств. Я об этом уже говорила. Это свидетельство о постановке на учет в налогу в Моргене РФ, чтобы подтвердить, что с Россией вы связаны. И это, собственно говоря, ваши документы. Паспорт РФ, загранник и ВНЖ, ПМЖ или гражданство другой страны лучше, если это будет Европейский союз, Европейская экономическая зона или Швейцария. Если у вас другая комбинация, это не значит, что нет. Просто вероятность ниже, чем если это вот эта комбинация, о которой я сказала. И еще один очень важный момент. Нужно обязательно посмотреть всю цепочку хранения ваших активов и добраться до финального депозитария. Кто у вас стоит наверху, Евроклир или Клерстрим? Если Евроклир, можно считать, что практически гарантия, что все получится. Если все, о чем я сейчас сказала, вы выполняете. Если это Клерстрим, это сложно, потому что по нему процедуры не отработаны. Действует он туманно. Потому что мне удалось выяснить, туда были направлены пакеты документов на получение индивидуальной лицензии, но это было как бы на деревню дедушки. И ответа не поступало. Евроклир это отточенная, понятная процедура. И здесь все достаточно просто. В казначействе Бельгии все достаточно легко работает. В казначействе Люксембурга вот как-то не очень. Поэтому если у вас место хранения заблокированных бумаг это Евроклир, и если у вас есть ВАНЖ, ПМЖ, Гражданство, Евросоюз, Европейская экономическая зона или Швейцария, ну считайте, что да, все должно получиться. Естественно, нужно еще и посмотреть, что это за активы у вас заблокированные. Если там у вас ничего санкционного нету, я думаю, что это можно говорить как успех. Если что-то из того, что я сказала, к вам неприменимо, это лучше обсуждать непосредственно с европейскими гарантами. Если вам интересно, то я на своем YouTube-канале приглашу представителей того гаранта, с которым я общалась на Кипре, с тем, чтобы обсудить эту тему более детально. Напишите мне об этом в комментариях. И если вам будут нужны контакты тех европейских гарантов, того европейского гаранта, с которым я общалась и с тех, с кем я общалась, кого бы я рекомендовала, тоже можете мне написать. Я свой e-mail оставляю в комментариях. Не стесняйтесь, пишите. Я за рекомендацию денег не беру, поэтому вы можете мне спокойно написать. Я вам все контакты скину. Как вы понимаете, никто по Европе из европейских профучастников с транспарантами, помогая в разблокировке активов российским, инвесторам никто не ходит. Поэтому на сайтах это тоже как услуга нигде не фигурирует. И поэтому, собственно, я могу вам все это дать, но вы мне напишите на e-mail. И последнее. Если вы хотите быть в курсе основных новостей, то я каждый день публикую в своем телеграм-канале интересные новости, размышления или аналитику. Поэтому вы тоже подписывайтесь, чтобы быть в курсе. Это, естественно, тоже бесплатно. И там какой-то жестких каких-то продаж, чего бы то ни было нет. Это просто мои мысли на тему происходящего в экономике, на тему каких-то интересных новостей и так далее. Я думаю, что лишним не будет, но решать, безусловно, вам. Так что жду ваше мнение относительно, нужно ли интервью по разблокировке более детально. И если да, то я его обязательно сделаю, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо.